А Карен точно знает, как заработать миллионы на бургерах и не только на бургерах Мы едем сейчас в Бронс-Ройсе С уходом Макдонаса с рынка у нас выросли обороты практически до 30% Простите меня, мои друзья-вегетарианцы, я очень люблю мясо Мука хрустит, смотрите какая сочная, колу заменили на добрый Курьеры, у вас много шансов Друзья, всем привет, с вами Стелла и сегодня долгожданный выпуск Мой новый гость, ресторатор, инвестор, вице-президент холдинга BCA Карен Милконян Может быть вы уже знаете про Карена, напишите об этом в комментариях А Карен точно знает, как заработать миллионы на бургерах и не только на бургерах Сегодня он нам об этом расскажет Ну в какой машине ездит Карен? Карен, привет! Привет, привет! А мы тебя ждем, будем сегодня снимать Ну что, ты готов? Готов Да, все отлично Я сказала, что ты знаешь, как заработать миллионы на бургерах Ты нам расскажешь сегодня это? Постараемся, да Ну все, тогда мы начинаем Я тебя знаю, ну, наверное, лет семь, да? Ну, где-то тогда Ну да И знаю, как уже состоявшегося успешного бизнесмена Давай мы вернемся в то время, когда ты только начинал Вот какое это было время, как ты его вспоминаешь и сколько тебе было лет? Ну это было почти 15 лет назад Вот Потому что в этом году нашей компании будет 15 лет Да Вот мне тогда было 21 только исполнилось 20-21 И прежде чем вы продолжите смотреть интервью с Кареном, давайте я вам расскажу о холдинге BCA, вице-президентом которого он является Итак, холдинг BCA был основан в 2008 году Является одним из основателей франчайзингового рынка России и стран СНГ И до сих пор занимает лидирующие позиции Итак, в холдинг BCA входит Сеть магазинов японских товаров YOKA Наверняка вы видели эти милые магазинчики, которые расположены во многих торговых центрах Там можно купить все, что угодно, от блокнота до чемодана Кстати, вы покупали что-нибудь в YOKA? Напишите в комментариях, что вам нравится Рестораны Костер Более 20 заведений по России и странам СНГ Winners Coffee Market Grill House И Burger Club С чего все началось? Твой путь в рестораны визы Все начиналось С Бургер Клабом Вот Бургер Клаб Себя хорошо показал В те годы уже Хорошо был представлен везде Макдональдс И в принципе Макдональдс это был всегда основной Скажем так Оператор, который воспринимали все И кто хотел бургеры Ходили в Макдональдс Потому что раньше Даже буквально 10 лет назад Не было бургеров Не были бургеры Они внесли эту культуру Да После прихода Макдональдса Начали открываться такие компании Как KFC Как Burger King В свое время был очень популярный Ростикс Ну и крафтовые бургеры Стали очень популярными Последние 5 лет Они в тренде И очень много есть хороших Даже одиночных форматов Которые конкретно занимаются Локально своей точкой Вот это и в регионах И в Москве И так далее И они успешны Вот уже несколько лет подряд Forbes называет Бургер Клаб Одной из выгодных франшиз Общественного питания И отдают ей Лидирующее Первое место И вот мы находимся здесь В одной из Бургерный Бургер Клаб И сегодня Мы приготовим Тот самый Черный Бургер Так Это мне дает Одноразовое Такое Палата Одноразовая Это шапочка За счет чего Черная булочка За счет того Что здесь Используются Чернила каракасицы И активированный угол Так что Это даже полезно Вот как она хрустит Прям так и хочется Ее уже съездила Это ее идеальный вес Так берем булочку Обе Обе Снимаем Обе Обе Горчицы А горчица Не дает горечь Она сладкая Есть соус Черничный Он дает Сладкий вкус И там получается Да А куда черничный Ну так же Это ваш личный рецепт Да А это тоже Да Тоже Тоже М Да Почему не С Это наш самый Катулярный Бургер Да Бургер Да Это тоже Это Куда Салат Салат На булочку Салат идет Где-то Примерно 10 грамм Вот так Да Чуть больше Можно положить Чуть больше Больше Говорят Клади больше Карамелизированный Лук Карамелизированный Лук Сами делаем Все Он готов Да Можно кушать Да Так быстро А сколько Приготовления Именно 5 минут Максимум Мне кажется Мы даже Меньше Управились Да А ну то есть Еще с учетом Того Что Готовится Мясо Да Сама Ну что Давайте Пробовать Сейчас будет Честный Один Простите Меня Мои друзья Вегетарианцы Я очень Люблю Мясо Мммм Как хрустит Смотрите Какая сочная Сочное мясо Какое Ммм Кстати вот этот черничный вкус Мне очень нравится И булочка в меру хрустящая Она такая Вкусная Кстати хочу заметить Про импортозамещение Вот колу заменили На добрый Не знаю По моему вкус Такой же Пробовали вообще Как вам Вкус отличается По мне Так в том То же самое Сколько лет Вы работаете 10 лет уже Именно Бургер клубе 10 лет Ну да Да А кем Вы сейчас Работаете Сейчас Старшесмена Старшесмена А начинали Начинали Как сотрудник А как сотрудник То есть у вас Такая Лестница Карьерная Да конечно Что вам нравится Здесь Почему так интересно Скоро труда Заработная оплата Также Коллектив Коллектив Все нравится Хорошо платят вам Да Вы откуда Я из Киргизии Из Киргизии Из какого города Из Бешкека Я была в Бешкеке Уже второй раз Наше интервью Упоминается город Бешкек Еще раз привет Мои поздоровья Всем привет Ну у тебя много Разных ресторанов Но начал ты Именно С бургерных Да Как это было Ты где-то работал Вообще Я студенческие годы Учился на юриста Вот И в конце первого курса института Я устроился И подрабатывал официантом Вечером Вот Ну Я не скажу Что у меня было Прям желание работать официантом Просто я хотелся В этой сфере попробовать И был молодой Опыта не было Поэтому пошел Устроился Прошел стажировку Меня приняли на работу Вот Вот Я недолго Отработал Скажу честно После стажировки Я отработал Три недели Вот Да И после этого Я уже начал работать Потом по специальности Когда студентом Был помощником юриста То есть ты ушел Из записи Я сначала начал курьером работать В этой компании Потом Повысили меня до помощника юриста Я в этой компании отработал Два года и восемь месяцев Курьеры У вас много шансов Адвокатка бюро Да Вот У тебя было интересно? Мне всегда интересно Новое Я люблю учиться Люблю узнавать И в принципе Никогда не боюсь пробовать Поэтому Так как у меня Не было и нету Образования Ресторана Вообще Пита Абсолютно Это все Что мы построили Мы построили Нашей на команду На нашем собственном опыте На наших ошибках На нашем желании И стремлении Что-то сделать И создать Поэтому Как ты открыл Первый Бургер Клаб Как это было? Первая точка Она была запущена Скажем так Как на опыте Нашего Одного партнера Который Ну помог Частично Это все организовать Это твой друг был На тот момент Или как? Ну это был Знакомый наш Да Вот Он когда-то Жил В Америке И так далее Поэтому Ну Методом Пробы Практики Получился Успешный проект Ну вот смотри Ты был Официантом Пробовал Там Работать Курьером Закончил Юридический Потом Открыл свой бизнес Достаточно Успешный Да? Вот Какие ты шаги Предпринял Для того Чтобы Твой новый бизнес Стал Прибыльным? Скажу так Когда Бизнес Начинаешь Без определенных Инвестиций Вложений Ну без денег Грубо Да Шансов больше Что у тебя Это получится Чем Когда у тебя Нет опыта Есть какая-то сумма И ты более Расслаблен Ну потому что Ты знаешь Что Ну как бы Есть И Ты пробуешь И зачастую Не получается Когда ты вкладываешь Максимум Своего времени Максимум Усилий Грубо Ну на то время В нашей команде Не было много Человек Это было там На пальцах Можно было пересчитать На одной руке Ну да Это смело Взять и открыть Своё дело Какое-то Когда делаешь функцию Нескольких Сотрудников Сам И в это всё понимаешь И вникаешь Вот И вкладываешь Именно свой ресурс То есть Человекский фактор Да Работает Больше Вот И тогда уже Финансы Инвестиции Они уже Остаются на втором плане Потому что Ты горишь идеи Ты горишь тем Что надо что-то сделать Чтобы это Получилось Переживаешь Вот И тогда это получается Потому что На моей практике Когда уже Спустя 10 лет Работы Мы пробовали Запускали проекты У нас уже были Собственные инвестиции И так далее Некоторые проекты Они не были успешными И на рынке И сейчас нету Но потому что Ну на то время Мы с оставшейся компанией У нас есть свои успешные Кейсы И хочешь сделать Ну что-то новое Уже инвестируешь Оно может не получиться Ну потому что Может быть Не так сильно Переживал Ну не получится Не получится Надо внуковывать Да А когда тебе Нечего терять Ну то есть Стремление Намного больше Ну смелости Наверное еще много Да Смелости Да Надо просто Не бояться Ну давай поговорим Про франшизы Да Которые вы продаете У вас большой холдинг И много разных франшиз Вот мы провели Такое Ну сказать Мини Исследование Можно мне Значит Бренды Которые предлагают Свои франшизы По бургерам И сравнили Их с Бургер клабом Значит Ну разница Здесь на самом деле Большая Разница Там в цене Ну К примеру У вас Паушальные взносы Нет Во многих Брендах Он есть Цена Ну франшизы Где-то заход 7 миллионов 6 миллионов У вас 3 с половиной Ройалти У вас тоже Ниже 3 с половиной 2 с половиной 2 с половиной Да Во многих 5 процентов Вот скажи С чем связано Такое У вас Выгодное предложение И низкая цена По сравнению С другим Смотри В нашем Портфеле Один фастфуд Это бургер клаб Два ресторана Грильхаус Костер Вот Кофейня Винерс кофе И сеть Магазина В йог Это относительно Наш новый проект То есть На рынке Он представлен Уже четвертый год Вот Но в разработке У нас Эта идея Уже С разработкой Этому проекту С теми С теми Но франшизу Мы начали продавать Активно Только три года назад Вот С чем связано Наши условия Ну за счет того Что у нас Есть определенная Динамика Есть развитие То есть Мы не открываем Там несколько точек Да Мы открываем Несколько точек Месяц Вот Это нам позволяет Держать на рынке Свои спецусловия Которые Мы считаем Что Они оправданы Потому что Мы всегда Рассчитываем На масштабирование Ну то есть А для того Чтобы масштабировать Нужно Дать Привлекательный вход Для того Чтобы партнер Мог И в основном Очень многие Новички Входят в бизнес Да И как бы Они считают Общую сумму инвестиций И понимают Что им надо Окупиться До двух лет Вот Поэтому Наша задача Чтобы Партнер мог Окупиться Крайне быстро Вот И Мы создали Такие условия Для того Чтобы это Было интересно В регионах Потому что В регионах Мы видим Большую перспективу Да А в каких еще Странах Есть Баргер Клаб Он По СНГ Представлен Ну В основном Почти Во всех Странах И вот В этом году У нас уже Наши партнеры Купили помещение В Будапеште В Бенгре Отлично И Также Мы будем Запускаться В Лиссабоне Но Лиссабон Скорее всего Будет запуск Конец года Мы туда Уже летали С визитом Посмотрели Присмотрелись Да Там Наш партнер Будет брать В аренду Помещение Это человек Который Планировал Открыть Франшизу В Матищах В Московской области Но Решил В Лиссабоне По своим Жизненным Обстоятельствам Переехал жить В Португалию И поэтому Он с нашим проектом Туда переезжает Хороший Такой От Матищ В Арнагалии Интересный Размах Ты сказал Про окупаемость Примерно Два года Около Двух лет Сколько Прибыль В месяц Приносит Бургер Клаб Приносит В месяц От 300 До 600 Тысяч Ребля Средняя Реальная Прибыль Я не Привлечу Потому что Я не буду Говорить О точках Которые Делают Обороты Более 5 Более 6 Миллионов В Москве Чистая прибыль Оборот Оборот Точек Более 5 Более 6 Миллионов Это не в самых Топовых Торговых Центрах В принципе В тех Торговых Центрах В которых Даже нет Фудкорта И Мы запущены Там у них На первых Этажах Эти точки Зарабатывают Ну конечно Миллион Плюс В месяц Одна точка Ну дает Прибыль Миллион И выше Реальный Цик Но Это Если мы Берем Среднюю По сети В среднем Это 300-600 Но В странах СНГ Примерно Такие же Цифры У нас Ценовая Политика Отличается Чуть Потому что Мы адаптируем Проекты Под рынок Под город И так далее То есть Цены у нас Даже в России Отличаются Цены в Москве Цены на Дальнем Востоке Цены в некоторых Регионах Где население Там Около 50 тысяч Мы Ценовую Политику Немножко Адаптируем Потому что В силу Того Что у них Меньше Аренда В разы То есть У них Фонд Оплаты Труда Меньше И за счет Этой Оптимизации Мы можем Сделать Где-то Сотратить Цены На 10 15 А то И на 20 Процентах Где-то Мы поднимаем На 15 20 Процентах Если мы Открываемся В аэропортах В таких Местах Мы тоже Пересматриваем Свою политику А вот Форбс Уже Пятый год Подряд Называет Ваши франшизы Одним из Самых Выгодных Вот Как вообще Составляется Этот рейтинг Это их Независимый Рейтинг Это они Сами Мы Даже Никак не Участвовали О том Какое количество Точек За этот год Было Открыто Какое количество Точек Было Условно Закрыто Или Перенесено Какие планы На следующий год Они Собирают Эту информацию Потом Своими Источниками Сами Как-то Это проверяют Потому что Мы даем В регионах В городах И так далее Они могут Это проверить Посмотреть И как бы Если ты Заведомо Ложную информацию Дашь Она не пройдет Они просто Дадут отказ Проверят Этого нет Мы же не можем Сказать Мы 100 точек Год там Открыли А на самом деле Получают Свою аналитику И публикуют Нас Как они считают Нужно Вот ты сказал Про качество Про то Что вы следите У вас есть Такой Тайный покупатель Вот как Это работает Мы находим Тайников Мы находим Их И в регионах Мы предлагаем Им Определенную Оплату Вот Они идут Заказывают Все это Фотографируют Пробуют Открывают Отправляют Нам Говорят Своё мнение Вот И наши Франчайзи Они не знают Кто тайники Кто из них пришел То есть Вы проверяете Своих франчайзер Мы контролируем Своих франчайзер Не так что А дали И как бы Они сами работают В первую очередь Мы делаем Плюсим Да Потому что Мы контролируем Косвенно их бизнес То есть Мы помогаем И когда Выявляем Какие-то Нарушения Мы связываемся По факту Конкретику У нас Мы предупреждаем Что Был Такой-то Заказ Такой-то Гость Он заказал То-то То-то Дали То Сказали Какого-то Ингредиента Не было И так далее Вот Мы предупреждаем Партнер Это исправляет Мы потом проверяем Его еще раз Если там Мы пару раз Предупреждаем О не делать Мы штрафуем У нас есть Штрашные санкции Все обезон знают И сколько штраф Это интересно Какие цифры Вот 5 тысяч Вот 5 тысяч За Может быть 5 тысяч За Булочка Безходжета Может быть Может быть 20 Может быть 50 Наши партнеры Это знают И Мы это делаем И за счет этого Я могу уверенно Сказать, что Практически Во всей сети Где ты не попробуешь Бургер Он плюс-минус Будет пока что Одинаковым Кстати Вот я была Знаешь Была в Бишкеке Один раз И там Увидела Бургер Клаб И честно Удивилась Было несколько лет назад Привет Моей подруге Индире Я приехала к ней И попробовала Бургер Клаб Ну честно Я удивилась И действительно По качеству Не отличается От Москвы И что Вы планируете Дальше Так развивать Мы планируем Так же Ну развиваться Даже Планируем Больше Потому что С уходом Макдональса С рынка Вот У нас Выросли Обороты Практически До 30% Ну посетить Бургер Клаб Вот Потому что Мы представлены В основном В тех торговых центрах Где мы работаем Везде есть Макдональс Сейчас Мы все знаем Как он называется И так далее И у детей Уже Если дети Дети Раньше Хотели В Макдональдс То на сегодня Они не понимают Для них Это название И так далее То есть Не то качество Которое было Так скажем Ну вот 90-й год Москва Пушкинская Пушкинская Пусть Открывается Первый Макдональдс Их были Сумасшедшие Очереди Люди По 3 часа Стояли Чтобы Попробовать Заветный Бургер Проходит Там 33 года И Все Просто Заканчивается Макдональдс После рынка России Мы работали С поставщиками Макдональдс У нас были поставщики Была замороженная Булочка Она приходила К нам С завода Сразу Замороженная И она Могла Храниться До 2 месяцев Глубокой Заморозки Минус 8 До 2 месяцев Они хранятся На сегодня Как ты видела Мы организовали Собственно Производство С учетом Нового концепта Который Мы поломали В 2018 Году Мы сделали Новый концепт В конце 2018 года Вот Кстати Первая точка Нового концепта До сих пор Работает Это Торговый центр Калита Где мы сделали Эксперимент И запустили Это на Ясенево Точке уже 5 лет Вот Я скажу Что на сегодня Люди разбираются В качестве И в еде Намного лучше Чем это было Раньше Раньше Это условно Даже 10 лет Назад В принципе Принимали То что ты Ты даешь Ну воспринималось Так и должно быть Да А на сегодняшний день Если ты дашь Плохой продукт На рынке Не пройдет Потому что Сегодня Мы разбалованы Качество Мы много Видели Много Пробовали Очень много Есть Хороших Качественных Проектов Народ И народ Он С каждым Разом В принципе Намного Дешевле Кушать Уже На улице Чем Дома Мы Это Знаем И Понимаем И И так далее И с учетом Этих Всех Скажем У нас Идет Завода Напрямую Нам Они Делают Под нас Это Сорт Говядины Бэкангус Вот У нас Все котлеты Они большие По 100 грамм Сочные Пробовали Они Не Ужариваются Они Не Становятся Сухими То есть Она Со своим Соком Чувствуешь Что Ты Кушаешь Бургер С мясом А не Бургер С непонятно Чем Какая-то Сухая Котлета И так далее Потому что Мясо Это Одно Из Самых Основных Ингредиентов Котлета Все Судят Бургер Под мясом Что В него Положили Вот Поэтому Для нас Это Очень Важно И Это Наши Поставщики Они Нас Не Подводят У нас Жесткие Требования К ним Подписаны Очень Жесткие Договора С ними Да И Как бы У нас Есть Хороший Объем Где Мы Можем Диктовать Что Мы Хотим И Самое Главное Отличие Это Поддержки Открыть Могут Все Но Как Открыть За Сколько Открыть И Как Она Пойдет И Как Она Будет Работать Потому что Чем Дальше Тем Рискованнее Что Предпринимать Когда Мы 15 Лет Назад Открывали Первый Наши Проект Рынок Был Относительно Свободный Он Был Пустой В То В Время Чтобы Ты Не Открыл Рынок Сегодня Он Перенасыщен Да И Люди Ну Перепробовали Ну То есть Удивить Тяжело То есть Удивить Ты можешь Только Хорошим Соотношением Цены И качества Удивить Качеством Невозможно Потому что Качество Можно Удивить Супер Классно Ну Высокое Но Это Будет Очень Дорого И Оно Не Будет Работать Из Наоборот Работать Да Поэтому Преимущество Это В поддержке Это Введение Полностью От Ай До Я Всего Концепта А именно Вот Открыли Прошел Месяц Там Нужно Что-то Придумать Что-то Разработать Новинку Со Временем Обновлять Оборудование Подбирать Какие-то Идеи То То Ничто Не Может Работать Просто Так Вот Открыл И Оно Работает И Меняется Даже Каждый Месяц Каждый День Что-то Появляется В мире Того Чего Мы Не Знаем Потом С годами Оно Приходит Сюда Кто Более Шустро Он Едет Смотрит Какие-то Идеи Привозит Потому Что В основном По миру Все копируется Друг у друга Скажем Так Все Давно Придумано И Мы Сами Ничего Не Придумали Потому Что Бургер Уже Придуман Не Знаю Твердо Наверное Лет 50 Весь мир Знаешь Что Такой Бургер Таня Не 50 Больше 70 Лет Все Знают 50 Какого-то Года Америки Поэтому Гамбургер Первый Появился В мире Поэтому Преимущество Это в том Что Вся наша Команда Наш Центральный Офис Работает И Поддерживает Вас Во Всех Смыслах На протяжении Не Толго Начала На протяжении Всего Нашего Договора Бесконечного Потому Что Который Длится Иногда Десять Лет Да Десять Это Мало Он Пролонгируется И Длится Дальше Все Договора У нас До Конца Торгового Знака Но Патента Да Он Выдаётся Наверное Десять Лет И Потом Когда У нас С вами Договор Подписан Там Условно У нас Три Года Осталось Три Года Вы Отработали Мы Продлеваем Опять Получаем На Десять И Вперед Автоматическая Пролагация Договора Идет Вот Как Хранятся Блучки Для Блогеров Посмотрите Они Такие Маленькие Потом Превращаются Такие Пухлые Вообще Измечные Нам Разрешили Открыть Эти Загадочные Холоденьки Сейчас Я Попробуем Здесь Значит Хранится Что Подскажите Готовая Продукция Пубрика Три Здесь У нас Хранятся Пубрика Три Готовая Продукция Приходит Сюда Здесь Ещё Один Холодень Это Всё Булочки Только Булочки То Есть Этот Этаж Сосредоточен На Булочках Здесь Пекут Готовят Их Здесь Их И отсюда Возятся Ваши Любимые Бургер Клубы Вот Те самые Булочки Это Для Бургеров Да Уже Готовые Теперь Они Переходят Сюда Здесь Что Печка Это У нас Сейчас А Печка Лимит 24 Вот он Фотографирует А для чего вы фотографируете? Для диаметра, чтобы посмотреть, вдруг заказчик куда-нибудь подальше от нас вы увидел, чтобы мы знали в тот день, в то число, то, что мы сделали, какое произносило, высота, диаметра, какой у нас тут, сколько с нами. Понятно, супер. Карен, тебе 35 лет, ты уже успешный бизнесмен. Мы едем сейчас в Rolls-Royce. Заработал миллионы, наверное, да? Миллионы заработал? Если заработал, пока потратил, пока не заработал, потому что мы постоянно каждый год куда-то реинвестируем, тратим, вкладываем. И ты, как знаешь, в бизнесе денег всегда не хватает, потому что чем больше идей, тем больше проектов, тем больше нужны инвестиций. И сколько бы у тебя не было, сколько бы ты заработал, ты не можешь пойти отложить и спать спокойно. Не, ну, может, ты можешь, но тогда ты не будешь работать. Ну, хорошо, давай будем считать, что ты заработал. Да. Я хочу спросить вот о чем. У тебя никогда не возникало такой мысли, что, в принципе, я уже много добился, у меня есть какие-то потребности, которые я закрыл. Возьму-ка я и уеду в кругосветное путешествие, буду гулять, отдыхать, делегирую свои полномочия кому-то и просто расслаблюсь там на пару лет. Вот как только ты это сделаешь, ты с этого дня все потерял и проиграл. Ну, с этого дня у тебя ничего нет, и ты можешь уехать и уже не вернуться, уже все можешь. Ну, пойти где-то доживать. Такого в практике в мире не существует. Скажем, во-первых, у бизнеса нет выходных, да, это раз. Во-вторых... То есть ты всегда работаешь, да? Во-вторых, нет, ты можешь и в будние дни отдыхать там иногда, но параллельно ты при этом всегда на связи и так далее, ты можешь совмещать это все. Это не то, что вышел с 8 утра и до 12 ночи только работаешь и больше ничего не делаешь. Конечно, нет. Наша работа, она связана с общением с ресторанами, с сменой места локации и так далее, с перелетами. И ты как бы в этом темпе не успеваешь. Ну, то есть ты все успеваешь. И работать, и отдохнуть, и где-то машину поспать. То есть ты и отдыхаешь, и работаешь. И приехать на встречу в машине поспать, выйти, поговорить, оттуда поехать в другое место. Ну, то есть ты все комбинируешь, да? А вот отвечай на твой вопрос, чтобы просто взять, делегировать, уехать. С этого дня можно сказать, что все, что ты когда-то делал, что-то создал, что-то заработал, что-то у тебя есть, этого не будет. Потому что это невозможно. И никогда этого… То есть никто не сможет это сделать? Никто это не сможет. Никто это не сможет. И никогда этот день не наступит. И не надо, чтобы он наступил, потому что это невозможно, короче, одним словом. То есть ты будешь работать до конца, сколько ты сможешь. Сколько ты будешь работать, сколько можешь. Всегда ты будешь стремиться, всегда тебе будет не хватать. Не то, что тебе там конкретно, ты не закрыл конкретно свои потребности, ты хочешь больше. Нет, может, твои потребности ты и закрываешь. Но другие потребности, другие цели, они непредадимы. То есть это бесконечный процесс, который, я считаю, должен длиться максимально долго. Ну вот какими качествами, ты сказал про успех, какими качествами должен обладать предприниматель, чтобы достичь успеха? Сейчас же много очень информации вот про именно успех. Он должен не тратить время на теорию, не тратить время на бизнес-школу, на бизнес-уроки, там где платные курсы какие-то идут, покупать инфа. Вот это все, если он будет тратить время, он больше себя загонит в какие-то рамки и будет просто думать об этом, что он-то послушал, он выйдет оттуда и станет успешным, что сможет ему заработать. Это не так. Зачастую все люди, которые дают тренинги, которые выступают на сцене и рассказывают, как заработать миллионы, они сами этот миллион еще никогда не заработали и не видели. Это, я скажу, 100% из моей практики. Конечно же, я был на таких пару. Тебе помогло что-то? Мне ничего не помогло. Я заходил, посидел 15 минут и уходил. То есть нужно общаться и проводить время с успешными людьми. Побольше общаться с людьми успешнее, чем ты. Не бояться умных, не комплексовать, не стесняться. Наоборот, идти и делать, пробовать. Чем больше человек попробует, чем больше у него не получится, тем больше он будет успешным. Главное не падать духом. Главное не думать, что не получилось, значит завтра не получится. Потому что самые успешные люди, которые много чего добились, их в свое время большинство критиковали. Их идеи были абсурдными. Их зачастую называют странные люди. У человека говорят странные. Он странный, но при этом он не такой, как все. Поэтому, что я хочу пожелать. Идите, пробуйте на практике. Учитесь сами. Идите лучше пообщайтесь с человеком, который преуспел в разы больше вас. От общения с ним вы получите уже опыт. Это лучше любого курса, любого тренинга. Не надо тратить время в этих YouTube каналах. Непонятно, что смотреть. И так далее. То есть меньше теории, больше практики. Потому что у теории всегда все звучит красиво и легко. А воплотить в жизнь это тяжело. Вот слышишь, вроде легко, а ты пойди и сделай. Вот это сложно. Сложно сделать, сложно договориться, сложно найти. Сложно, чтобы тебя услышали. Чтобы у тебя взяли трубку. Чтобы ты первую встречу сделал. На вторую встречу тебя хотели видеть. Чтобы была обратная связь. Вот это сложно. Понимаешь? Как ты это преодолеваешь в процессе? Да как? Перебариваю себя. Иду и делаю. Никак. Сам пробую. Учусь. Каждый день допускаю какие-то ошибки. Ну, наверное. Не, наверное. Сто процентов. Поэтому без этого никак. Костер это наш ресторан. Куда мы едем ему 8 лет. Он очень успешный проект. Вот. Костры они все успешные, которые в России. Кстати, такое название прям очень привлекает. У нас на сегодня 15 ресторанов в России, 5 в Казахстане. А в Узбекистане нету? Да, в Узбекистане. Вот мои подписчики, очень много из Узбекистана. Тогда надо сказать вашим подписчикам, что мы обязательно открыли костер в Ташкенте. Но в Ташкенте я был. И там очень хорошо развито. Там был один ресторан хороший, который мне понравился. Не помню его название в центре города. Мясное. Мясное ресторан. Он был очень крутой. Джентльмен-паб, наверное. Он очень был классный, крутой. Вот я прям был в восторге от их качества, от всего, от подачи. Но я скажу, мне очень понравилось там. И в Ташкенте вижу большую перспективу развития наших проектов. Потому что там, как нигде, в СНГ преобладает он прям твердо средний класс. Он прям чувствуется, что народ приблизительно все с одним уровнем достатка. Ну, достатка. Не знаю, это в Ташкенте так или мне показалось так. Но ты по ресторанам это понял, да? Ну, по всему. Я там был, не помню, два дня, то ли два с половиной дня. Ну, рестораны бизнес активно развивается. Да, и он разве довольно хорошо. Поэтому и Бургер Клаб, и Костер обязательно должны быть в Ташкенте в ближайшие время. Дорогие узбекистанцы, ташкентцы, обратите внимание. Вот я привью, кто позвонит после этого видео к нам за франшизой Бургер Клаб и Костер на Ташкент, получит скидку в размере, ну, 10%. Ну, ладно, давай 15, чтобы эта сумма была. О, 15% это сколько? Это где-то 300 тысяч, 10 тысяч. Это больше, 15% это будет. А, 5 тысяч долларов, да? Больше 500 тысяч. Ну, примерно, да. 5 тысяч долларов точно будет скидка, да. Поэтому… По-моему, надо брать. Ради перспективы в Ташкенте надо открыть. промокод Стелла 15. Так и зафиксируем. Хорошо. Напишем потом внизу. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Хорошо. А для других, например, кто-то захочет твою франшизу, купить Бургер Клаб или еще Костер, можно сделать что-то? Мы будем индивидуально обсуждать, если они скажут, что они из этого интервью звонят и видели здесь. Ну, будем индивидуально обсуждать, да. Потому что у нас, на самом деле, в нашей компании скидок нет. Никогда не было и не бывает, потому что мы не завышаем цену, чтобы давать скидки. У нас такого нет. И наша сумма, она состоит из затрат, из дизайна, оборудования и всего, да. Поэтому здесь, как бы, наоборот, все дорожает. Мы цены держим за счет развития. То есть мы цену на франшизу там не меняли, я не знаю, уже сколько лет подряд. Мы держим, хотя на рынке все подорожало. А за счет чего вы держите? За счет нашего умения вести переговоры, договариваться, частично собственного производства, вот, развития. и так далее. За счет других каких-то точек вы поддерживаете? Ну, конечно. За счет того, что мы открываем новые, постоянно наши кисеры растут. И у нас, в принципе, есть тот уровень дохода, который мы уже покрываем давно, все свои затраты, да, операционные. Поэтому мы можем себе позволить цены не поднимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok